Всем доброго дня, это Гелиос Сар и Всеобщая история нового времени, 9 класс, за авторством Юдовской, Баранова, Ванюшкиной, Медякова, издательство Просвещения. Подведем итоги третьей главы. В 19 веке в европейских странах и Северной Америке шла стремительная модернизация, в то время как в остальном мире продолжали сохраняться традиционные аграрные общества. В результате возникла большая разница в экономическом, политическом и военном развитии. Европа и США использовали ее для прямого или косвенного подчинения своим интересам стран остального мира. Противопоставить этому было невозможно, только проводя модернизацию собственной страны по западному образцу. В большинстве стран Азии и Африки в 19 веке этого не произошло. В Латинской Америке медленными темпами и с большими различиями по странам. Китай тоже начал подобные реформы, но с большим опозданием. Только Япония смогла в кратчайшие сроки осуществить успешную модернизацию и превратиться в первую азиатскую великую державу. Остальные страны и целые континенты подвергались колониальной эксплуатации. Ее целью являлось получение новых источников сырья и рынков сбыта для быстро растущей промышленности ведущих государств Запада. Важную роль играли политические и стратегические интересы, которые, например, преследовали США в Карибском море или Англия в Афганистане. Для Англии и Франции колонии стали также источником пополнения своих армий. Зависимые страны получили толчок для собственного развития. К ним проникали новые знания и технологии, они включались в мировой рынок. Так постепенно готовилась почва для преодоления собственной отсталости и будущего освобождения от колониальной зависимости. Вопросы и задания к главе 3. Какие причины и последствия колониальной экспансии стран Запада кажутся вам наиболее важными и почему? По сути дела, колониальная экспансия стран Запада, во-первых, она стала вытаскивать эти самые страны и народы из того состояния, в котором они находились. Вытаскивать и развивать по европейскому образцу. Вне зависимости от того, хотели эти страны и народы этого развития или нет. Это происходило. Происходило иногда невероятно жесткими, жестокими, кровавыми и безжалостными методами. Но это было сделано. И в итоге мы получили наш современный, весьма развитый технологичный мир. Сравните политическую и экономическую роль колоний 17-18 века и в 19 веке. В 17-18 веке основа колоний была поставка различных видов ресурсов для, собственно говоря, стран Запада. Причем экзотических видов ресурсов. Экзотические виды древесины, экзотические ткани, экзотическая еда. В 19 веке основой стала торговля. В эти самые страны, в колонии стали продавать свои товары и получать из этих колоний в ответ ресурсы, которых не было в своих колониях, то есть в метрополиях. Ресурсы, например, продовольствия, металлы, древесина. То есть здесь уже ситуация изменилась. Теперь уже гнались не за какими-то экзотическими видами товаров, а конкретно за сырьевыми видами товаров. Исходя из прочитанного, как вы думаете, насколько и каким образом колониальные отношения влияли на внешнюю политику европейских государств и США? Разумеется, колониальные отношения сильно влияли. В некотором роде именно колониальные отношения позволяли избегать великим державам, той же Франции и Великобритании, прямых войн между собой. Они сражались в колониях. И там как бы вроде как мы и воюем, но при этом мы воюем не здесь, не на своих границах, не своими народами, а где-то там, в колониях. И население такие войны воспринимало гораздо менее отрицательно, чем если бы это была прямая война. Но при всем при этом, каждое государство стремилось расширить свое влияние на как можно большую территорию и ревностно защищало свои колонии от вторжения других, если, конечно, могло. У Португалии и Голландии колонии, например, были, но защитить их, например, от Англии или Франции они не могли, поэтому подчинялись сильнейшему. Россия не участвовала в колониальной экспансии в Африке и Латинской Америке. Как вы думаете, почему? Потому что у России было более чем достаточно собственных территорий, например, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Закавказье, где, так сказать, были те самые, по сути дела, колонии. Потому что все это было гораздо ближе к Российской империи, прямо на континенте. При этом Россия, например, участвовала в различных китайских и корейских авантюрах и колониальных отношениях в плане Китая. То есть здесь отношения были. А лезть куда-то там в Африку, в Южную Америку, в этом не было абсолютно никакой необходимости. Во-первых, это было достаточно сложно сделать, порты находились далеко от этих территорий. Второе, были территории, которые были намного более удобны к освоению. Та самая Сибирь, Средняя Азия, Закавказье. Используя текст параграфа и учебник, сравните мотивы и цели азиатской политики России и Великобритании. Россия стремилась расширить свои владения в Азии, но при этом расширение шло без подавления местного населения. В той же самой Средней Азии никто не стремился уничтожать казахов, таджиков, узбеков. Да, их подчиняли, они переставали грабить и совершать набеги на русские поселения. Но при этом они как жили, так и продолжали жить. При этом туда приходили железные дороги, какие-то заводы, фабрики. То есть Россия достаточно активно начинала осваивать эти территории. Прежде всего транспортом. Учитывая, что Россия имела прямую транспортную связь с этими территориями, то эта связь оказывалась намного более прочной. Защитить, например, свои владения в Средней Азии от английских, Россия была намного легче, чем той же Англии. Ведь Англии надо было каким-то образом перебрасывать войска через два океана. А Россия была достаточно посадить на железную дорогу, где-нибудь в Петербурге или в Москве, и вперед куда-нибудь до Ташкента. Через две недели уже все на месте были. Не забывайте, в те годы железная дорога ездила намного медленнее, чем сейчас. Поэтому и две недели. Так что цели были, конечно же, разные. Великобритания стремилась расширить рынки сбыта и подчинить себе определенные территории. Россия же просто занимала свободные территории и в некотором роде осваивала их. При этом в тот же самый Китай, например, особенно центральный Китай, Россия, если и лезла, то очень и очень осторожно и аккуратно. Потому что, так сказать, закрепиться там было практически невозможно. С некоторыми странами и вовсе заключались договора о протекторате. Например, после подавления Бухары, Бухарского эмира, никто не выгнал из его дворца. Он просто стал, как бы, некоторым вроде чиновником на службе у русского императора. Но при этом сохранил свои дворцы, свои деньги и так далее. Все это было. В то время как англичане, они, конечно, по-разному поступали. Ну и творческие работы, собственно говоря, это вы можете сделать сами, если вам их зададут.